Ой, ребята, свершилось. Глава Роснефти Игорь Сичин наконец вышел из тени и разъяснил... Ой, простите, россиянскому населению, почему же цены-то на бензин выросли. Не знаете? Рассказываю. А всё дело в том, заявил большой дядька, что рубль обесценился за последние 4 года более чем в 2 раза, а ещё перерабатывать добытую в России нефть стало невыгодно. Слушайте, держите меня семеро. А я и не знал, что российскую нефть когда-то перерабатывали внутри страны. У меня другая информация, потому что её лет 30 последних загоняют в трубу сырьём и гонят на Запад. Или я что-то пропустил? Начинаем. Нет, конечно, сейчас мне кто-то возразеет, стоп, ну бензин-то у нас производят. Производят. Вот только знаете, какой там процент от общего объёма добычи? Ничтожный. Да и не нужен наш недобензин за бугром никому, он достаточно низкого качества хотя бы поэтому... Ну а теперь к цифрам. Конечно же, я далеко не док в экономике, но математика, например, в школе была моим любимым предметом, и так получилось, что я умею считать. А теперь берём калькулятор и начинаем складывать 3 плюс 2. Действительно, в докризисные времена нефть стоила дороже, чем сейчас. 120-130 долларов за баррель. Но, как правильно заметил Ситчин, тогда и доллар стоил 30 ре всего, а не как сегодня 64. Нынче же бочка чёрного золота стоит 75 баксов, но и доллар 64. А теперь перемножайте циферки-то. Получается, что в национальной валюте Ситчин и Ижи с ним рубят в полтора раза больше, чем до того, как всё началось в 2014-м, и это объективно. Тогда объясните мне бестолковому, в чём я ошибаюсь, потому что у меня не сходится. Ещё раз. В докризисном 2014-м Ситчин экспортировал нефть условно на 100 миллионов рублей в день. Сейчас на 130. При этом зарплату своим сотрудникам он платит в рублях. Налоги в российский бюджет тоже в рублях. Кроме того, если верить Киселёву, в Сколковой чубайсовской конторе ещё бог знает, когда придумали и создали уникальное оборудование по нефтепереработке, которое и круче, и дешевле заморского. Что не так? И тут как с тарифами ЖКХ растут из года в год. А чё растут, никто не знает. Качество-то не меняется. Ладно. Это реальная журналистика из России. С любовью, тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Хорошая новость для протестников и оппозиционеров. Верховный суд России разъяснил некоторые моменты в законе о митингах. В частности, там есть и о том, в каких случаях чиновники не могут отказать организатору митинга в его проведении. То есть не согласовать массовую акцию. И вы знаете, что выяснилось? А оказывается, что последние полтора года в ряде случаев слуги народа наши тупо нарушали законодательство. Ну, когда, скажем, запрещали проведение протестной акции, потому что кто-то другой уже подал заявку на мероприятие на той же площадке, в высшем судебном органе пояснили. Ну и что? Если площадка позволяет разместить участников сразу двух разных митингов, пусть люди митингуют, это не повод для отказа. То же самое касается всяких ярмарок, выходного дня и любимой отмазки чинуш. Они же там будут мешать проходу пешеходов и проезду транспорта. Тоже не основание резюмировали судьи. Так что, господин Соловьев напрасно год назад глотку драл на всю Россию? То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть? Да и остальные желающие лизнуть, то есть прогнуться, тоже были неправы, получается, когда размахивали дубинками и нагайками. Уважаемые граждане, проход закрыт. Выход осуществляется по Страстному бульвару, по левую и по правую руку. Пушкинская почта закрыта. Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна. Могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Хотя, вы знаете, а мне что-то подсказывает, что ни один чиновник все равно не понесет ответственности за то, что превысил полномочия, например, 5 мая. Думается, что даже штрафов 500 рублей никому из должностных лиц не выпишут. Но правильно, они же не знали. Суд вот верховный только сейчас что-то там разъяснил. И правильно, кстати, сделали. Потому что мы же живем в государстве, где законы и демократические принципы превыше всего. Впрочем, я бы особо не радовался на сей счет. Потому что, да потому что поздно пить боржоми, когда почки отказали. Чего толку сейчас от этого разъяснения? Главные события второго десятилетия 21 века уже состоялись. Я имею в виду выборы думские 16-го года и президентские 18-го. Поэтому сейчас, да хоть замитингуйтесь. От нас, как минимум, до 22-го вообще ничего зависеть не будет. Пишите петиции, орите на улицах, размахивая уточками и кроссовками. Ваше мнение важно только, когда вы становитесь электоратом. Ну вот там праймерис, идет борьба Митрохин-Якубович. И Митрохин выиграет. Потом бах! Мне говорят, Якубович победил в праймерис. Потом Якубович, это глава Тверского района, отказался от победы. Какого черта шел тогда? Зачем вообще это нужно было? Ну какие у тебя могли новые обстоятельства быть? Ты вот еще час назад говорил, что вперед, поддерживайте меня, пойду на мэра. А тут говоришь, я не готов. Потом, значит, он заявил, что его заставила партия Яблок или еще что-то. Отказался в пользу Митрохина. Митрохин занял второе место, значит, нужно выдвигать его. Но партия Яблок уже не хочет выдвигать Митрохина, выдвигает Русакову. Отличный, между прочим, тоже кандидат, как и Митрохин. Мне Митрохин нравится, и Русакова отличная. Русакову почему-то, которая заняла четвертое место на праймерис. А потом московская конференция не утверждает Русакову, а хочет Митрохина. Да-да-да, выборы мэра Москвы же ожидаются в сентябре, и как я забыл, согласен. Не какая-то там рядовая компания по избранию главы поселения Кукуевская. Вот сейчас объясню, почему показал именно этот фрагмент. Итак, вы знаете, что мое отношение к Алексею Анатольевичу, оно неоднозначное, но в данном случае я не могу с ним не согласиться. Он реально все сказал правильно. Как можно на что-то надеяться в сентябре, если потенциальные кандидаты от оппозиции уже сегодня такой цирк из компании сделали, и не только яблочники. До этого поругались между собой еще два кандидата от демократических сил Яшин и Гудков. Дорогой Дмитрий, в последние месяцы только обсуждают, что оппозиция снова перессорилась и не может найти общий язык. Ощущение, что мы с тобой вошли в клинч, с которого нет выхода. Ну и чего ждать-то тогда от таких выборов, интриги? Че они там всем этим шалманам делать будут? Голоса протестные размывать и оттягивать друг у друга, а заодно дадут Киселевым-Соловьевым поржать над несистемной оппозицией в очередной раз и выставить дураками? Ребят, вы знаете мое мнение по поводу объединения российского протеста, но на этот раз я снова сейчас вас удивлю, опять солидарен с главой ФБК. Поэтому не хочу я объединяться ни с этим, ни с каким-то там парнасом, который вообще никого не выдвинул, сказал, что мы вообще не будем выдвигать никого. Или там с партией, простите, господи, Ксении Собчак. Потому что вот они молчат про пенсионный возраст, они молчат про НДС, они хотят вроде участвовать в выборах мэра. Ну и еще один момент, я все о тех же выборах мэра Москвы, господа. От когда Алексей Анатольевич сейчас перечислял все эти фамилии, скажите честно, вы хоть что-то об этих людях знаете, как много вы о них слышали? Я это к чему? А к тому, что на выходе мы уже сегодня получаем кальку компаний по выборам президента в марте и губернаторов в сентябре 17-го, когда на выборы выходят действующие глава региона, в данном случае Собянин, ну или там Путин, звезда со стопроцентной узнаваемостью, и еще несколько каких-то чуваков, да таких, против которых даже административный ресурс можно не включать, они сами все за того Собянина сделают и принесут ему победу на блюдечке, поэтому митингуйте, возмущайтесь в соцсетях, но ближайшие 4 года, повторюсь, ничего в нашей жизни не изменится, и я в этом практически уверен. Ну и в завершении, действительно часто спрашивают, а что ты-то предлагаешь, а то только критикуешь, хорошо, скажу наконец, а предлагаю я вот что, разогнать всю эту оппозицию к ядрене фене, потому что надоели, только и занимаются тем, что грызутся между собой и сливают в итоге наши голоса, 10 лет мы наблюдаем эту хромую лошадь, на которую ставить нет никакого смысла, все равно к финишу придет, последний подножку сама себе сделает, например, а на место этих людей выставить совершенно новое лицо какое-то из региона, а там полно толковых ребят в регионах-то. Подробный расклад, если интересно, дам в воскресенье, 1 июля, в прямом эфире у меня на канале в Ютьюбе, все, закругляться пора, и это была реальная журналистика сегодня вот так. Больше гимнастики для ума на моей страничке на трубе, заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже много интересного, друзья, добавляйте, с темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока, пока! Зурда, иди ко мне! Зурда, иди ко мне! Зурда, иди ко мне! Зурда, иди ко мне!